Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой канал об эмиграции, путешествиях и жизни в Аргентине. Последние полгода я очень много путешествовала, поэтому большая часть моих видео, они были именно о путешествиях в Аргентине. Иногда я вставляла видео о жизни и очень давно мы с вами не говорили об эмиграции, об эмиграционных законах. И я решила восполнить этот пробел и сегодняшнее наше видео будет посвящено именно эмиграции. Тем более, что за последнее время были внесены поправки в закон для эмигрантов. Именно об этих поправках и об одном из самых распространенных у наших соотечественников способах получения вида на жительство в Аргентине и сегодня мы и поговорим. А поговорим мы с вами сегодня именно о способе получения вида на жительство в Аргентине через рантье. Что гласил этот закон до недавнего времени? Изменения были внесены 6 июня 2023 года. И вот до этой даты закон гласил следующее. Вот я вам зачитываю. Рантье – это эмигрант из другой страны вне Меркосура, который оплачивает свое пребывание в стране собственными средствами, привезенными или привлеченными из-за границы, из любого законного дохода за пределами Аргентины. Срок проживания по этому виду на жительство до трех лет с возможным продлением и возможностью многократного въезда и выезда в страну. Основание для получения – легализованный документ о происхождении средств. Необходимая минимальная сумма и тут – внимание! Необходимая минимальная сумма – 30 тысяч песо. Что такое 30 тысяч песо на сегодня? Я не очень слежу за официальным курсом песо к доллару, поскольку это вообще не информативно для меня, для обычного обывателя в Аргентине, поскольку я даже не знаю, какие цены здесь считать по официальному курсу. Вообще существует ли этот официальный курс именно в материальном поле проживания в Аргентине, потому что есть черный курс, есть курс туриста и так далее. Их такое множество. Скорее всего, на момент записывания этого видео, записываю я его в середине августа 2023 года, официальный курс, ну, наверное, вот эта сумма – 330 тысяч песо – это будет в районе 100 долларов. Если же мы говорим о черном курсе, о курсе Blue, как он? Blue Доллар, да, здесь называется, то вот эти 30 тысяч песо – это 50 долларов, даже уже чуть-чуть, по-моему, меньше 50, может, там 48-49 долларов. Понятно, что эта цифра, она вообще неадекватная, да, для получения. Даже если по официальному курсу считать, 30 тысяч песо, пусть это даже 100 долларов, понятно, что это неадекватная сумма для того, чтобы вам предоставили вид на жительство. Вот я там, в другой стране, сдаю свою избушку за 100 долларов, и вот я на эти деньги собираюсь жить в Аргентине. Понятно, что на эти деньги жить в Аргентине невозможно, даже при всем, при том, насколько здесь дешевые продукты питания, ну, не хватит вам 100 долларов на то, чтобы нормально питаться. Плюс, по этому же закону, если вы приезжаете с семьей, то всем остальным членам семьи, как бы паровозикам тоже предоставлялась этот вид на жительство. Но возьмем среднестатистическую семью. Папа, мама, двое детей и грузовик, да. Возможно прожить на 100 долларов? Да, конечно же, невозможно. Поэтому и были внесены поправки в этот закон, который касается рентистов. И закон изменен по нескольким пунктам, и не только это касается суммы. Что касается суммы? Начнем с этого. Поскольку в Аргентине у нас вечная инфляция, и эта инфляция, она даже может быть ежедневной, да. Ну, есть какая-то средняя цифра, в год порядка 100% инфляция. Окей, но иногда бывает за месяц 15-3, в январе, по-моему, около 30% была инфляция. В мае был скачок порядка 20% инфляции там за один день. Да, бывают некоторые месяцы достаточно ровно, и бывает, долго там не следишь за курсом. А потом бац, и такой скачок. Вот на этой неделе тоже был скачок. Бум-бум-бум, около 10% за один день. Я даже не знала, когда. То есть те деньги, которые у меня находились на счету в аргентинском банке, они вот там за один день уменьшились в 10 раз только за счет инфляции. А разговор не об этом. Поэтому я считаю, что правительство Аргентины в данном случае сделало достаточно грамотный шаг. Они не стали прописывать в новых поправках к закону какие-то определенные суммы, чтобы не менять их каждый день. И это, в принципе, логично. Поэтому решили привязать эту сумму к минимальному прожиточному минимуму. И на сегодняшний день в законе прописано, что для того, чтобы получить вид на жительство по основанию рентиста, ваш доход извне должен составлять 5 минимальных окладов. Это примерно 1000 долларов. То есть, если вы хотите запросить статус рантье на территории Аргентины, то ваш доход извне должен составлять примерно порядка 1000 долларов. Это если вы запрашиваете один. Вот здесь следующие изменения, которые были внесены в закон. Теперь остальные члены семьи получают вид на жительство в Аргентине не паровозиком, только потому что кто-то один из членов семьи уже получил. А такой доход должен быть показан на каждого члена семьи. То есть, если приезжает семья из двух человек, например, родителей, то на каждого должен быть по среднему доход по 1000 долларов. Кстати, что касается детей, я не увидела никаких, каких-либо поправок. Скорее всего, что на детей, возможно, до 18 лет это не распространяется. Но я здесь не могу ничего сказать, поскольку в законе указаны все члены семьи. Возможно, на детей эта цифра также распространяется, что, в принципе, логично. Детей же тоже нужно содержать. Но вот никаких-либо оговорок в законе в новых поправках не указано. Не сказано там взрослые, дети или кто-либо. Это указано просто для всех, для каждого члена семьи. Вот сейчас прям даже дословно я вам зачитаю, что написано в законе. В случае семейных групп указанный доход должен быть подтвержден для каждого заявителя на получение вида нажительства. Вот так вот. То есть, получается, что и на детей тоже распространяется, потому что нет никаких исключений из правил. Что же касается способа получения денег, на основании которых вы можете заплатить, на основании которых вы можете запросить статус ранде. А вот здесь, как у меня в детстве, помню, мама говорила, закон, оно как дышло, куда вошло, туда и вышло. Потому что есть два пункта в этой статье законов, которые как бы немножко друг другу противоречат. Итак, вот один пункт говорит о том, что предусматривается предоставление временного проживания в качестве ранде тем, кто финансирует свое пребывание в стране за счет собственных средств, привлеченных из-за границы, из законов, которые подтверждены официально. Точка. И казалось бы, что сюда может подойти абсолютно любой источник дохода. А вот в следующей статье закона уже оговариваются, какие именно источники дохода подходят для того, чтобы запросить статус ранде. И это немножко противоречит тому, что я только что зачитала вам из этого закона. Так вот, для того, чтобы запросить статус ранде, ваши источники могут быть следующего характера. Это может быть источник от сдачи в аренду любого типа вашей недвижимости, коммерческой, жилой недвижимости. Это могут быть ваши доли в каком-либо бизнесе. И также описано, что и какие-либо другие устойчивые доходы. И тут же в статье говорится, что таким источником не может быть ваша постоянная работа, а именно работа за рубежом. То есть, если вы имеете какую-то работу онлайн, то вы не можете запросить статус рантье, потому что для такого вида доходов предусмотрен другой статус. Это статус электронных кочевников, на основании которого вы можете также запросить вид на жительство. Но об этом мы с вами поговорим в одном из следующих видео. То есть, вот в статье зачитываю конкретно и дословно, что написано, что в эту категорию не включаются доходы, полученные за личный труд. То есть, если вы работаете где-то за рубежом и вам идут доходы, то в статус рантье вы не попадаете. А вот если у вас есть в аренду недвижимость, если у вас есть доли в каких-то компаниях, кстати, также предусмотрено наличие определенной суммы на зарубежных счетах в банках. Это тоже в эту категорию включается. А вот работать и получать ежемесячный доход нет. Скорее всего, это связано с тем, что в любой момент вы можете потерять работу или у вас там измениться может быть доход с этой работы. Поэтому, где здесь логика, не знаю. Но, видать, какая-то, возможно, логика есть. Потому что и аренда в любой момент может прекратиться. Тем более у нас в России нет таких строгих законов, как в Аргентине или в других странах. Заключил контракт на три года, и законопослушный арендатор все три года тебе платит. В России такого нет, но в Аргентине об этом не знают. Потому что сегодня тебе платят, завтра ты его выгнал, или кто-то не заплатил, и ты его выгнал, и у тебя этот источник дохода истяк. Потому что во всем цивилизованном мире, включая Аргентину, законы по поводу аренды немножко другие. А в России они другие. Ну, как бы, поэтому... Все-таки законы Аргентины, они направлены и больше отталкиваются от аргентинских законов. Это нормально и это понятно. Вот это то, что касается статуса рантье. То есть доход на каждого члена семьи должен быть не менее в среднем тысячи американских долларов на каждого члена семьи, который запрашивает этот вид на жительство. И это должен быть источник дохода, не связанный с тем, что вы каждый день работаете, каждый месяц вот, да, вы там за свою работу или там каждый день получаете зарплату. И еще, кстати, один очень важный момент тоже в этих поправках внесен, что вот эти все доходы, они должны проводиться через банковскую систему Аргентины. Вот зачитываю, как это прописано в законе. Эти платежи должны быть проведены через банковские или финансовые учреждения, уполномоченные Центральным банком Аргентинской Республики. Вот как-то так. То есть если вы думаете привезти в кармане эти деньги, в сумочки и так далее, этот способ у вас не прокатит. То есть деньги должны поступать через официальные банковские и финансовые структуры Аргентины. И еще одно основание для получения вида на жительство в Аргентине, которое мне сегодня хотелось бы осветить. Этим основанием является ваша пенсия. Почему это основание для получения ВНЖ, я решила затронуть сегодня в этом видео, в котором я говорю и о РАНТЕ. Дело в том, что вот этих вот поправках, которые были вынесены в закон для получения вида на жительство на основании РАНТЕ, в этих же самых поправках есть поправки и для статьи, если вы решили получить вид на жительство в Аргентине на основании того, что вы пенсионер. Итак, что нам раньше гласил закон до внесения поправок? Пенсионер, получающий выплаты от правительства своей страны, международных организаций или частных компаний, может запросить вид на жительство в Аргентине. Пенсия должна быть в размере, позволяющей жить в Аргентине. Размер в законе не указывался. ВНЖ для пенсионеров выдается на срок до трех лет с возможностью продления, а также с возможностью многократных въездов и выезда в страну. Основания для получения вида на жительство для пенсионеров это легализованный документ, выданный государственным органом или международной организацией, подтверждающий получение вами пенсии на регулярной основе, а также размер и продолжительность указанного пособия. То есть в законе цифра, какой должна быть ваша пенсия, не указывалась ранее. А вот вы, когда собираете свои документы, чтобы подать на вид на жительство на основании того, что вы пенсионер в Аргентине, на вид на жительство в Аргентине, а пенсионер вы за пределами Аргентины, сумма не указывается. Вот она, еще одна была лазейка, чтобы запросить вид на жительство. Поэтому вполне логично, что когда в Аргентину хлынул большой поток наших хитровыдуманных сограждан с территории России, они пользовались всеми такими лазейчиками в законе, поэтому его решили просто сделать более конкретным и внести изменения, в которых указывалась бы минимальная сумма, на основании которой вы можете получить вид на жительство, если вы пенсионер. Но поскольку, как я уже выше осветила, сумма не может быть указана конкретно в местных аргентинских ПЕСА, то в законе также были внесены изменения и указано, что ваша сумма пенсионного пособия должна быть не меньше 5 минимальных окладов в Аргентине. То есть это тоже сумма, примерно равная 1000 долларов. Некоторые могут спросить, но почему нельзя конкретно в законе написать вот эту сумму 1000 долларов? Ну нельзя, потому что это закон аргентинский. И в Аргентине есть своя официальная местная валюта аргентинский ПЕСА. И миграционные законы Аргентины, это государственные официальные законы, в них не может быть сумма указана в каких-либо других валютах других стран. И это в принципе логично. Поэтому привязывают к минимальной пенсии. Это, кстати, практика, характерная для многих стран. У нас в России тоже очень многие законы, насколько мне известно, например, как штрафы, привязаны к минимальной оплате и так далее. А в Аргентине минимальная оплата, она пересматривается постоянно. Я не знаю, с какой частотой, но минимум раз в три месяца это вот 100%, а может еще чаще пересматривается. И поэтому, несмотря на то, что вот местный ПЕСА так колбасит, да, вот там на этой неделе на 10% обесценился, даже чуть больше, 12, по-моему, процентов. Но когда в законе указано размер вашей пенсии как 5 минимальных окладов, это более-менее понятная, адекватная сумма, хотя суммой тяжело назвать, адекватное понятие, чему должны равняться ваши доходы для получения статуса фронти, о которых мы говорили, или вашего статуса пенсионера. Так что если у вас есть пенсионное пособие, которое от 1000 долларов и выше, вы вполне можете запросить здесь вид на жительство для пенсионеров. Я понимаю, что сейчас там вот внизу посыпется комментарий, а где в России пенсии 1000 долларов. Ну, господа, помимо государственных пенсий еще есть огромнейшее количество частных пенсионных фондов, в программы которых можно включаться, насколько мне известно, до возраста 55 лет и работать, вносить туда ежемесячно, добровольно свои взносы, на основании которых до достижения, если, например, страховой пенсионный фонд, он европейский, в среднем на пенсию в Европе выходят в возрасте 65-67 лет, вот когда вы достигнете этого возраста, вы можете получать пенсию, европейскую пенсию, в зависимости от того, какие взносы вы в этот фонд вкладывали. Так что, если у кого-то еще нету этого возраста, кто-то не достиг возраста 55 лет, вот вам зацепочка, вот вам удочка, как получать хорошую пенсию. Ну, возьмите, оформите договор с какой-либо страховой компанией, или с частным пенсионным фондом, и потом получать достойную пенсию. Но вы должны будете все это время платить определенный взнос. Вот, это то, что касается двух оснований для получения вида нажительства на территории Республики Аргентина и тех поправок, которые были внесены два месяца назад. Пишите вон там вот в комментариях свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Я видела комментарии во многих соцсетях, что, ой, ну Аргентина слишком много о себе думает, потому что за тысячу на основании вот этого доходов из не тысячи долларов можно получить ВНЖ в какой-либо другой стране, там, в европейской, там, не знаю, в Штатах, не знаю, в Штатах, кстати, можно такая сумма или нет. Но когда я жила в Испании, эта сумма была практически такая же, только там тысячу евро, да, тысяча долларов, тысяча евро, это немножко разные суммы. Ну, попробуйте, получите, дадут вам в Европе кому-нибудь вид нажительства на основании пенсии, пенсионера в связи со всеми теми событиями, которые происходят в Европе по отношению к России. Ну, это как бы ваш выбор. И сможете ли вы настолько же комфортно на эти тысячи долларов жить в Европе, как на эти тысячи долларов вы можете жить в Аргентине, потому что, как бы там ни было, жизнь в Аргентине, она намного дешевле, чем в Европе. И на тысячу долларов в Аргентине вы будете жить очень комфортно, а вот на тысячу долларов в Европе вы будете жить, считая каждую копейку. Я не знаю, ну, возможно, там где-нибудь в Болгарии, курица не птица в Болгарии, а не за границей, да, помните, это была такая поговорка во времена Советского Союза. Возможно, в Болгарии или там где-нибудь в Албании можно прожить более-менее комфортно на тысячу долларов в месяц. Но это сегодня. Будет ли это комфортно через год, неизвестно, поскольку эти страны все больше и больше интегрируются в Евросоюз, и ценники там тоже растут. А вот в Аргентине на тысячу долларов вы можете жить вполне комфортно, потому что можно снимать нормальное жилье за 400, за 500 долларов, еще 500 долларов вам будет оставаться на все остальные ваши расходы, да, там, на питание, на то, чтобы провести свободное время и так далее. Я, конечно же, понимаю, что тут же посыпятся возражения в виде того, а как же аргентинцы? Они же не все получают тысячу долларов, если мы говорим о том, что, ну, привязывая, да, минимальная оплата, получается сегодня 200 долларов, а вот для Рантье дают 5 минимальных окладов, которые получает аргентинцы. Ну, а это же аргентинцы, они жители этой страны, они здесь могут получать какие-то пособия. Они могут жить, например, в своем жилье, которое им досталось по наследству, или они жители могут, да, там, со своими родителями с поколения в поколение, там, свой большой семейный дом. Ну, и в конце концов, если аргентинцы арендуют жилье, они его арендуют по более низким ценам, чем мы экспаты, поскольку есть понятие временной аренды, это для тех, у кого нет постоянных доходов на территории Аргентины, да, а у Рантье и у пенсионеров не может быть постоянных доходов на территории Аргентины, потому что одно будет противоречить другому. Вот, и поэтому, кто идет по основанию Рантье и пенсионеры, у них может быть только временные контракты на аренду. И, соответственно, и ценник на эту аренду будет значительно выше, чем у граждан Аргентины, которые здесь живут, у которых есть постоянная зарплата, это абсолютно другие ценники. Поэтому не нужно смотреть на то, какие доходы у аргентинцев. Если вы Рантье, если вы пенсионер из другой страны, вы живете немножко в другой ценовой категории, да. Ну и также, чтобы не запрашивали здесь никакие пособия, чтобы не шли с протянутой рукой по улицам и по вагонам метро и пригородных электричек, то, что я вижу постоянно, а чтобы вы могли комфортно жить на тот доход, который реально у вас есть из-за пределов Аргентины. В принципе, на этом у меня сегодня все. Жду ваши мнения, комментарии вон там вот внизу. Пишите. Мне будет их интересно почитать, потому что ваши комментарии меня всегда наводят на новые идеи для новых видео на моем канале. Также пишите, какие темы вы хотели бы, чтобы я вам осветила еще. Если это будет мне близко, я сниму на эти темы свои новые ролики. На этом сегодня у меня все. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас. И не забывайте вон там внизу подписаться на мой канал. Больше половины меня смотрят без подписок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!